Всем привет! Скульпт из Альфа-6. В этом ролике хотелось бы сделать Франкен Винни с партии. Именно с мультфильма тоже, как Труп Невесты. Продолжение та же серия. Ну вот буду делать скульпт из Альфа-6. Давайте посмотрим, как это все происходит. А потом уже в зебраж там покрасим, где-то что-то доработаем. Ну, болванку будем делать тут. Почему скульпт из Альфа-6? Ну, кто смотрит канал, нравится мне эта программа очень. Итак, погнали. Имеем сферу, включаем вот эту симметрию. Так она отключается, так она включается. Ну и колесиком уменьшим вот эту сферу. Теперь включаем граб и вот так все это дело вытягиваем. Так, смотрим, что да как. Левая кнопка мыши. Альт, левая кнопка мыши передвигает. Альт, шифт, правая кнопка мыши выравнивает модель. Вот таким вот образом. Так, переворачиваем. Граб делаем кисточку чуть побольше. Так, эту часть вытягиваем вот сюда. Вот так вот лучше сделать. Здесь немножко еще приплюснуть. Здесь немножко морду сделать потоньше. Вот так как-то. Ну и чтобы было понятно, что да как. Так, вот здесь вот еще поменьше сделаем. Так, ну вроде уже что-то получается. Потом подкорректируем. Теперь кисточку делаем чуть-чуть поменьше. И делаем control. Вот так вот намечаем уши. Так, где-то вот тут они должны быть. Так, control. Левая кнопка мыши на рабочем столе вот так вот все протягиваем. Протягиваем, снимаем маску и уши, наверное, подальше сделаем. Вот так вот. Нарисуем. Рисуйте побольше. Не беда. Control и как в ZBrush все это дело делается. Инвертируется маска. Но нужно теперь перед тем, как вытягивать уши, давайте набросаем массу, чтобы сетка не ломалась. И вот так вот побольше. Не боитесь все это, потом нормально подкорректируется. Так. Grab включаем. Вытягиваем. Корректируем. Расширяем. Подтягиваем. Вот таким вот образом. Так, ну, в принципе нормально. Так, control Z возвращаем назад. Shift правая кнопка мыши выравниваем. Grab делаем побольше. И уши, наверное, немножко вот как бы вот так поставим. Повыше. Вот. Потом их также можно будет обрезать и сделать отдельным саптулом. Вот как-то так. Так, пока набросок. Погнали делать тело. Так, снимаем маску. И с телом, что можно сделать? Это опять же, чтобы сетка не ломалась. Сетка включается вот W. Warframe. Можете посмотреть, какая она тут. Уменьшить сетку, прибавить. Это вот здесь. Можно если массу накидывать, убрать вообще. Полигонаж вот этот, ну, как детализацию его. Теперь кисточку побольше. И давайте набросаем прям побольше. Накидываем. Вертим, крутим. И просто накидываем. Так. Чтобы побольше было, вот больше можно кидать. Не бойтесь. Вы видите, как ведет себя сетка. Вообще классно. Не ломает ее ничего. Полигонаж ее не растет. Потому что вот она уменьшена. Если прибавить больше, то уже сетка будет плотнее. Так. Еще накидываем. Масса не помешает. Можно безалаберно все это накидывать. Без разницы. Вот так. Ну, уже можно шифтом все это делать. Чуть-чуть подгладить шифт. Левая кнопка мыши. И начинать грабом уже корректировать эту модель. Так. Чуть-чуть вот так. Чуть-чуть вот так. И где-то вот так все это дело вытягиваем. Где-то чуть-чуть вниз подсаживаем. Где-то живот шифтом выглаживаем. Где-то его уже можно тянуть. Вы видите, что уже сетка тянется нормально. Так. Ну, пока опять же болванка. Слишком на нее не возлагаем надежд. Просто пока делаем массу. Так. Сетку можно отключить. И теперь давайте накидаем именно уже так. Ну, давайте сначала накидаем без клэя лапы. Вот. Понемножку можно интенсивность чуть уменьшить, чтобы это все дело радостнее происходило. Чем меньше интенсивность, тем лучше работает. Вот. Как-то нежнее тут все потихоньку все накидывается нормально. Так. Вот такая штукенция. И теперь клэя отключим и наметим вот эти вот то, что будем вытягивать. Так. Это тут. Это тут. Вот это теперь можно тянуть и уменьшать. Так. Кисточку поменьше. Shift. Правая кнопка мыши выравниваем. Модель симметричная. Все, что вы делаете тут, будет происходить и там. Так что не запаривайтесь тоже. Делайте одну сторону. Вот так. Вот такое дело. Теперь кисточку побольше и надо как-то это все уплотнить, что ли. Вот. Поближе грудь поменьше. Вот что-то вот так жопу уменьшаете тоже чуть-чуть ее можно тут подкорректировать лапы чуть-чуть поближе. Так. И вот он в парке уже в принципе вырисован, нарисованный. Ну как? Так. Остается теперь наметить грудь, наметить глаза. Глаза будем намечать без клея, кисточкой Drive и можно включить инверсию. Вот она. Или зажать просто Alt. Приближаем и вот так все это дело уплотняем. Вот склеим это как-то опять же можно интенсивность побольше поставить и просто нажимать на одном месте она будет углублять. Вот прикольно вот эта функция именно Sculptus. Так. это есть. Теперь флатеном давайте немножко все уплотним уши немножко придадим им массу в смысле внешний вид вот так немножко как-то с разных сторон это все уплотним над ушами пройдемся поставим больше интенсивности и пройдем по шее здесь будет потом ошейник ну мы просто наметим вот эту часть кризом теперь можно вот эту всю часть надрезать здесь будет у него рот это все можно будет потом заброш так сказать отрезать вот здесь вот сюда аж выходит губа потому что здесь будет нос вот этот а нос можно немножко подтянуть вот так вот а эту часть побольше кисточку и немножко вот так ее уплотнить и немножко как бы задрать ну вот что-то в таком духе так уже радостно и поднимем брови вот здесь будут у него нарисованные брови можно здесь и ошейник конечно сделать так здесь еще поплотнее его попышнее делаем морду можно еще повытянуть и сделать уши можно немножко вот так вот приподнять подвести так это немножко отвести немножко здесь сзади прибавить эту часть тоже выше поднять ну вот нормально смотрится теперь флаттеном вот этим так интенсивность поменьше вот флаттеном когда рисуете форму придаете выглаживает шикарно так это вот вот так и вот эти лапы как уменьшить лапы да здесь они тонкие вот просто вот так вот проходим намечаем где этот стык вот так а здесь просто шептом уменьшаем утончаем вот так вот еще больше уменьшить утончить вот так вот еще тоньше делаем вот вы видите где вы надрезали там в принципе не трогается и теперь выбираем поменьше кисточку вот эту и вот так вот все вытягиваем уже основательно так вот ну то же самое происходит с хвостом да выбираем control поменьше именно кисточку вот у нас стоит симметрия можно нажать control z или просто control левая кнопка мыши сейчас покажу вот так вот на экране снять провести рисуем хвост так низковато control z хвост будет где-то вот тут у него все нормально control и здесь мы уже массу накидывали в принципе можно ее вытягивать ну добавить никогда не повредит вот так вот выдавливаем и грабом вот так хвост как бы прибавляем опять же это все потом будет корректироваться вот вот такого быть не должно вот верхняя часть вы видите ее лучше вот она тут уже плохо себя ведет вот так добавляем детализацию делаем control z control z вот так и посмотрим сетку вот вот теперь она станет плотная теперь ее можно еще лучше тянуть вот это уже хорошо так тянуть когда тянете к верху вот самый верх не тяните а вот можно середины чуть-чуть сетку подтягивать вот таким вот образом мощи тянется хорошо так это как бы вот так и шрифтом чтобы вот эта сетка не ломалась как-то риктируем вы видите насколько вы сделали массу на низкой детализации но когда вам нужны какие-то детали вы просто вот эту интенсивность сетки поднимаете до предела и вот так она уплотняется как понизить если вам сейчас вот эта сетка слишком плотная нажимаете вот эту функцию reduce selected вот эту и она понижает от высоких к мелким мелкие вот эти вот полигоны она не тронет а будет уменьшать с высоких вот вот теперь сетка более-менее мелкая и в принципе пойдет так пока это все чуть-чуть еще можно выгладить еще как можно избавляться от этих артефактов да так сетку оставлю вот флаттен выбираем флаттен и вот начинаем рисовать флаттеном когда вот детализацию поменьше где-то побольше и вот эта вот часть уплотнится ее просто нужно уплотнить вот такая штука вот что-то в таком духе так ну а теперь нам что у спарки нужно наметить вот эти вот лапы лапы тоже можно детализацию чуть-чуть поднять чтобы они более-менее нормально смотрелись да прибавляем и вот 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 такие у него лапы никудышные и флаттеном вот флаттен лапы можно сделать потоньше вот вот таким вот образом так вот эту интенсивность чуть-чуть убрать и вот потихоньку можно даже побольше поставить детализацию так это вот так вот и лапы можно сделать тонкие вот так как-то они будут тонкие и нормально оформлены вот этой кисточкой так вот потоньше здесь на голенях вот так и вот эту часть тоже можно поджать так вот выравниваем вот эту часть вот эту прибавляем детализацию здесь она уже нам не помешает вот а теперь можно ее понизить потому что потому что здесь здесь мы будем резать а здесь в принципе чуть-чуть да чтобы она шифтом сейчас нормально выгладилась так вот здесь вот еще потонцы здесь вот так во ну ну и вот эту часть тоже надо оформить дорезать теперь ставим не мешает вам вот эта сетка вот вот так это все примитивненько оформить потому что у него там в нульфильме не сильно проработаны вот эти части они просто как бы намечены так теперь шифтом это все выглаживаем и грабом чуть-чуть вот так вот отводим здесь придаем ему живот так здесь грудь чуть-чуть приподнимаем и чтобы дооформился вот этот живот так ляжки задние немножко вот так немножко приподнять ну и то же самое делаем вот с этой лапой можно и шифтом сразу выглаживать уменьшать ну флаттеном вот этим лучше вот теперь так смотрим сетку кстати вот здесь вот сетку скульпт из альфа 6 контролировать не надо это не надо тут ничего нажимать просто нужно понять что здесь сетка будет плотнее здесь среднее а здесь вообще ее может не быть она будет как болванка низкополигональная low poly как говорят да так здесь еще вот так вот и здесь вот так вот ну а теперь шифтом немножко детализацию побольше поднабросаем вот эту часть вот так вот теперь опять же флаттеном сделаем ее поплотнее вот таким вот образом так кривовато ну это ничего это все поправимо под обрезку может зебраж обрезать вообще скульпторис шикарная программа именно для болванок вот чтобы такое как-то зебраж делать мне не нравится нужно как-то там и внешний вид здесь как-то все мягко прикольно раз раз и все вот он тебе спарки за считанные секунды а потом можно его резать зебраж что-то как-то добавлять оформлять красить да вот это уже скульпторис альфа шестой кстати есть функция скульпторис про вот сделанная вот по этой скульпторис альфа шестой но там она уже ну скажем не такая она там уже там нужно контролировать сетку настраивать сетку надо а здесь она уже настроена именно так как она должна работать так теперь еще самый важный момент если будем делать анимацию или ну допустим делайте персонажа для анимации то нужно здесь вот немножко оформить вот это дело и делать иначе как в мультфильме допустим в мультфильме он весь такой уплотненный вот если вы будете вот эту часть анимировать то уже под вопросом будет как он будет передвигаться значит нужно ему сделать нормальные вот эти ляжки чтобы ноги были именно ноги живот был животом словом отойти от мультяшной модели там я не помню рисованная или какая опять же ноги подравниваем должны здесь присутствовать щиколотки иначе ну где она будет сгибаться правильно как-то нужно тогда дооформить вот эту часть и лапы должны вот ну как бы грудь должна вот здесь отдельно быть чуть-чуть подальше вот вы можете так вот уплотнить чтобы лапы вот эти где-то сгибались и не тянули грудную клетку или риг сделать другим ну словом где-то вот такая штука так здесь вот тоже уплотняем здесь можно ее вот так чуть-чуть прибрать ошейник потом добавится голова может обрезаться так здесь еще можно в зебраж добавить болты гайки здесь вот эту часть грабом прибрать а вот эту часть чуть-чуть больше вытянуть и можно вот этой кисточкой клейм вот так как бы еще поднабросать вот эту часть вот так вот здесь можно вот чуть-чуть добавить по лоб вот эти все детали уже можно добавлять в зебраж допустим так теперь вот эту часть немножко вот так вот придавить обязательно здесь тоже немножко как бы подгладить нос немножко до оформить так ну вот этот нос можно добавить опять же здесь уменьшаем кисточку подводим делаем control намазываем побольше пуша скульпту нужно делать все побольше потому что потом вы будете то уменьшать там как-то что-то долепливать где-то что-то сглаживать пусть будет больше слова так теперь грабом все это дело вытягиваем делаем капельку капельку вот эту можно просто вытягивать можно долепить и вот еще какой момент control здесь можно тоже сейчас замаскировать вот так вот вот эту часть а вот эту часть shift и левой кнопкой мыши как-то уменьшить вот так снять control и здесь на низкой теперь детализации интенсивности делать надрез лучше несколько раз проводите если где-то что-то резать то на низкой режьте да больше раз нужно проводить но спешки то нет куда спешить так ну вот такой вот нос вот такое тело да здесь теперь можно флатаном немножко вот так бока подработать шрифтом немножко выгладить так смотрим ну стран нормальный вверх нормальный вот эту часть еще нужно немножко вот так вот подсадить вот где-то грабом можно вот так чуть-чуть и вот здесь вот чуть-чуть вот так вот пошире как-то где-то если что-то нужно подтянуть то вот крут подтягиваете лапы подтянуть тоже вот можно немножко их подать вперед вот так вот так это вот сюда здесь вот так здесь вот так на эти лапы чуть-чуть вот подсадить так немножко задницы надо поработать вот эти лапы вот таким вот образом эту сюда вытянуть вот здесь шифтом вот это тоже можно еще потоньше сделать ну и эти тоже где-то корректировку потом ну не без этого таким вот образом как-то так лапы вот у него нормально получились здесь чуть-чуть колесом а вот здесь немножко сделаем как бы локоть или что ну чтобы потом можно было анимировать вот так вот если у вас перестал работать граб то вот это глобал отключайте и все будет работать во так что еще тут здесь вот так вот прибавляем шифтом выглаживаем здесь тоже шифтом здесь чуть-чуть срандель поменьше как бы не знаю вот так наверное и хвост чуть-чуть повыше о чуть-чуть потоньше и здесь вот чуть-чуть вот так вот сжегу немножко вот тут поменьше и бока вот так чуть-чуть убрать чтобы оформить именно вот эту вот часть заднюю так что еще с передними лапами так толстованный вот так вот единство что ловить вот эту вот высоту задних лап и передних здесь как-то плохо получается бывает что одни лапы у вас будет больше одни будут меньше но это все опять же поправимо так что еще тут ну давайте вот эту часть надрежем так и вот эту часть и вот эту оформим так здесь грудь немножко поотформим и вот вот эту часть теперь немножко вот эту давим челюсть немножко вот так где-то так и можно клейм накидать вот эти вот части которые типа не хватает но опять же на мелкой интенсивности чтобы это более-менее как бы нежнее ложилось вот так вот здесь чуть-чуть грудь добросать вперед вот так вот здесь немножко чердака добавить между ушей чуть-чуть тык так здесь шея чуть-чуть ее альтом можно тоже здесь альтом рисовать как и флаттеном вот этим но флаттен более-менее лучше это все делает так вот таким вот образом и вот так вот еще мышцу накид идет здесь в этой программе в разные стороны вот если вы накидали вот так то кидаем вот сетку так вот перехлёстываем и уже потом это дело более-менее лучше будет выглядеть так ну вот так ну и брови брови обязательно флаттеном и вот на низкой детализации рисуем брови если чуть-чуть прибавить брови будут ровные прикольные симметричные так вот здесь побольше набросать и можно немножко понадрезать их вот таким вот образом здесь можно немножко тоже чуть-чуть впадину сделать так как вот оформить впадину да проходим кисточкой без клея вот так вот вот а теперь просто флаттеном и поменьше интенсивность и поменьше кисточку и вот так все это делая приплотняем потому что здесь потом можно будет рисовать чтобы вот этот переход уже в забрав не ломать модель сразу ее тут сделать вот так вот вот так еще здесь чуть-чуть поровнее ну вот так вот вот эту часть тут вот так здесь под надуть так здесь немножко увести вот эта челюсть чуть-чуть еще поменьше можно ее немножко уменьшить так ну и с ушами давайте разберемся я тут время не затянул просто порисовать охота так 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 здесь все быстрее делается когда не объясняешь что ли я заметил если начинаешь ролик снимать то дольше все происходит а когда просто лепишь не думаешь она буквально там за 10 минут можно все это дело поднабросать сделать так уши опять же чтобы не переделывать можно их сразу чуть-чуть или такими же оставить здесь чуть-чуть прибрать и сразу дать форму какая нам нужна ушам там у него как бы они подсогнуты можно их вот так подсогнуть и здесь как-то заострить а потом вот так вот выгладить и придать форму вот получше вот такой спарки так control z мне нужны ровные уши так и желательно чуть-чуть повыше вот и желательно чуть-чуть подальше вот так как-то так здесь нужно теперь их опять же дооформить надрезом здесь надрез ставим побольше крис и вот так вокруг ушей обводим здесь потом будет тоже швы там ну короче уши у него будут пришиты так да и отделять если что резать удобнее будет the brush так смотрим сетку вы видите что над глазами сетка чуть побольше на хвосте побольше а весь спарки как был так и остался в принципе низкополигональным ну как низкополигональный ну полигоны словом небольшие у него так это все уплотняем вот так вот здесь немножко наверное кончики еще выше поднять о и немножко здесь они заостренные так вот так вот так на эту часть вот так так ну жопу наверное можно еще приподнять во так что тут лапами и вот эти части тоже приподнять здесь можно опять же вставлять по прошлым роликам я уже показывал да как делать именно пумбу по моему показывал вот управление все как в зебраш alt левая кнопка мыши alt правая кнопка мыши можно носить колесико крутить ну так вот control вот так вот эти части можно еще немножко приподнять так вот с этими частями я не помню здесь можно наверное чуть-чуть их вот так здесь голову приподнять черепушку вот эти части как бы вот так увести что-то в таком наверное духе здесь можно ушам нарисовать шерсть также шерсть можно нарисовать в зебраж глаза можно вставить в зебраж сделать отдельные брови ну словом так вот эта лапа по-моему все-таки выше надо чуть-чуть приподнять а теперь как бы ниже ну вот единственное вот это мелочь нету уровня пола вот этой сетки чтобы корректироваться ну словом вот такой спарки все всем пока до свидания потом зебраж уже может быть его доделаю просто хотелось посмотреть получится он у меня нет получился а вот 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 Продолжение следует...